Девушки отдыхают Симметрично расположенных элементов равны двух внуках. Так, но вы посмотрите на доску, там все хорошо начертено. Еще раз хочу обратить ваше внимание на обратную... Мы это рассмотрим на каких-то примерах. Спасибо всем, кто конспектировал... Ребята, переверните стулья, убирайте. Тиночка, для того, чтобы борщиться. Ой, что такого? Пошли вместе. Ушац. Смотрите, и здесь ушац. Марьян, ты не знаешь, что такое ушац? Понятия не имею. Ерунда какая-нибудь. Между прочим, странно, что вы этого не знаете. Это же познавательный знак всех студентов и выпускников нашего института. А что он означает, Стас? Просто ушац. Говорят, лет 30 назад у нас учился студент с такой фамилией. Однажды он подписал свой стул, когда выходил покурить. Не понимаю, зачем стул подписывать? Ну, не знаю, чтоб не заняли, наверное. И с тех пор все студенты нашего института и выпускники пишут это слово на всех великих архитектурных сооружениях мира. А для чего? Да без всякой прагматической цели. Просто из-за любви к Альме Матер. И чтобы жить было не скучно. Ты-то откуда про это знаешь? Как любой нормальный гений, Стас знает про все. При чем тут гений? Родители рассказывали, и к тому же отец видел этот ушац возле фонтана де Треви в Ринне. Фигня все это. Нет, не фигня. Красивая бессмыслица из тех, что украшают жизнь. Умная ты, Тинка, не по годам. Все, ликбез окончен. Пойдем, Стас. Пойдем. Тинка, приходи пораньше, поможешь мне на стол накрыть. У нас мальчишки заболели. Но я постараюсь, Марьян. Постарайся, Тиночка. А у бабушки есть фотографии, где они с дедушкой возле фонтана де Треви. Они в Италию ездили в свадебное путешествие. А потом бабушка там бывала на гастроли. В Италии. Ну, все. Опять гранд-пассианс не сошелся. Он у тебя никогда не сходится. Разложи косынку. Ну, что косынка? Всегда сходится. Какой же смысл? В картах вся их прелесть, в их непредсказуемости. Ба, а где кольца для салфеток? А, в гостиной, в буфете, в верхнем ящике. А салфетки клетчатые взять или белые? Ну, конечно, белые. Клетчатые к ужину не подают. Ну, ладно, доставай пироги. Тина-то придет помочь? Обещала. Если мать с работы успеет, отпустит ее. У них опять мальчишки заболели. Ох, жаль мне Тину. Это может быть очень опасно для девочки. Опасно что? Ну, вот такой пример все время перед глазами. Мать вечно на работе. Ну, и что? Ну, вот то, что когда девочка воспитывается таким образом, да еще без отца, ой, как трудно ей будет создать собственную семью. Да, бедная Тинка. Но знаешь, она об этом совсем не думает. Для нее главное учеба. А потом главным будет работа. А вот знаешь, я боюсь, что она не сумеет сделать блестящую карьеру. Нет-нет-нет. Тина и талант, и умница, и отличница. Но боюсь, что ей не хватает честолюбия. Да, она и слов таких не знает. Она просто трудоголик. А, ну... Главное, чтобы работа была интересной. Необходимо раскрыть свои способности и творческий потенциал. Каждому свое. Главное, что ты хорошо понимаешь, как правильно устроить свою судьбу и будущее. Хочешь честно, я работать совсем не думаю. И мне нисколько не стыдно. Да я догадываюсь, о чем ты думаешь. Вернее, не о чем, а о ком. Да, вот у кого блестящая карьера будет. И честолюбие у Стаса хватит на нас двоих, это точно. Он придет сегодня? Конечно. И подарит что-то необыкновенное. Да? Откуда ты знаешь? Ходит с загадочным видом. Ну и Лешка Федоров проговорился. Ну, правильно. В общем, у меня будет достойный муж, уютный дом и такая жизнь, на которую имею право. Ты же сама говорила, что есть вещи, которые даются по праву рождения. Ну, говорила, говорила. Хочешь, погадаю? Погадай. Что было? Что будет? Чем сердце успокоится. Король червонный. Вот видишь, я же говорила, король червонный это Стас, правда? Да, правда, правда, правда. Будет у тебя достойный муж и дом и счастье. Для Тиньки вроде рано. Ой, наверное, Виолетта. Она вчера звонила. Наверное, забежит. А я и забыла. Открой, пожалуйста. Угу. Привет, Марьяна. Здравствуйте. Тетя Регина дома? Дома. Проходите, Виолетта. Тетя Регина. Тетя Региночка, здравствуйте. Здравствуй, здравствуй. В сто лет не виделись. Ну, когда же тебе? Ты ведь у нас только по правительственным фуршетам ходишь. Ой, не говорите. У вас что, праздник? Ко мне однокурсники придут. Угу. Ничего, я буквально на 15 минут. Посидим по-домашнему, на кухне, чайку попьем, поболтаем. О, березка. Без понятия, мне подарили. Угу. Ну, на кухне так на кухне. Ты с нами? Нет, я боюсь, не успею накрыть. Тетя Регина, как вам моя новая шляпка? Очень, очень. Это моя! Отдай, отдай, отдай! Это моя! Отдай, отдай! Ну-ка прекратите оба! Отдай. Пашка, отдай Саше машинку. А тебя, Саша, я сейчас в кровать загоню. У тебя температура еще не спала. Весь горячий. Лекарства вам пора давать. Ой, суп выкипел. Отдай, отдай, отдай! Отдай, отдай! Отдай, отдай! Это моя! Это моя! Это моя! Отдай, отдай! Отдай, отдай! Это моя! Это моя! Отдай! Отдай! Это моя! Это моя! Отдай! Это моя! Это моя! Ну, отдай! Тихо! Это моя! Сашка! Тина, когда мама придет? Тина, когда мама придет? Вот-вот должна прийти. Может, конфет вам купит. Если драться не будете, молодец. Ура! Мама пришла! Ура! Ура! Мама! Мама! А ты конфет принесла? Яблоки принесла. Обещала конфеты. Не все сразу. А ты куда-то собралась? К Марьяне на день рождения. Вот тебе и здрасте. А что такое? Да я на минуту только забежала. Думала, ты с малыми посидишь, а я бы на дежурство вышла. Мам, ты же вчера ночью дежурила. Да у нас, знаешь, Катя из первой в терминологии медсестра заболела. Я бы ее подменила. Денег-то нет. А если все болеет и болеет, витамины нужны. Ну, я же не знала. Ну, красная. Ха-ха-ха-ха. Я тоже люблю красную. Так же, как и желтый. Ну, ладно. 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 Ну, не переживай. Ну, не переживай. Не переживай. Иди давай. Иди. А я возьму желтый. Иди. Иди, родная. А я возьму желтый. Иди, родная. Нет, я возьму желтый. Я возьму желтый. Тогда возьму красную. А красную набитую. Тогда возьму желтый. Ну, как вы тут без меня? Сутки почти не виделись. Очень хорошо, что я к вам заехала. Так замечательно посидели, поболтали. Спасибо. Пока нету, что постараюсь. Счастливо. Марьяна, пока. До свидания. А? Ключи от машины и перчатки. Спасибо. Зачем ты её приглашаешь? Она такая неприятная. Ну, она обычная советская номенклатура. Просила меня познакомить её с Николаем Евгеньевичем. Ну, ты знаешь, у нас на седьмой даче живёт в Палаховке. Ну, ей это надо по работе. А где она работает? Она большая шишка в Министерстве образования. Ну… Ты знаешь, значит, устроить ребёнка приличную школу. Вот будут свои дети, тогда поймёшь. Ба, я забыла, кем она тебе приходит? Двоюродная племянница. Значит, тебе троюродной тёткой. Понятно? Ну, не бог весть что, но всё-таки родственница. А учти, родственниками не разбрасывается. Какие они есть, но всё-таки на них положиться вернее, чем просто на посторонних людей. Ну, всё. Я пошла собираться, потому что на проферанс я ещё успею. Ба, может, с нами останешься? Ну, без меня будет прекрасно. И вообще, дачный вечерний проферанс — это святое. Ну, пока, бабуль. Полконское пирожное. Выложи на блюдо, пожалуйста. Даже удивительно. Ты магазинное пирожное подаёшь. Ну, во-первых, это моё любимое. А во-вторых, не магазинное, а из кондитерской. Его там ещё моя бабушка покупала. В молодости. Традиция. Пять лет с тобой дружим, а я всё никак не привыкну. К чему? Просто студенты придут. У тебя фарфор, бокалы, салфетки в кольцах. Так принято. В любом приличном доме так должно быть. И каждая приличная женщина должна уметь это делать. А я ничего этого не умею. Ну, тебе просто негде было научиться. Но ты не переживай. Всё ещё впереди. Ой. Марьян, что с тобой? Марьян! Марьян! Марьян, что случилось? Ничего, тошнит. Может, ты отравилась пирожными? Да нет. Ну что, лучше? Лучше. Слушай, может, скорую вызовем? И что я им скажу? Ну, что тошнит. Они меня спросят, девушка, вы часом не беременны? Что за глупость? Почему же глупости? Как? Как-как? Не знаешь, как девушки беременеют? Хотя ты, может, и не знаешь. Ты что, правда, что ли? Представь себе. А-а-а! Это... А как же теперь? Ведь диплом писать. Ой, Марьянка! Это же так хорошо! Ага, очень хорошо. Особенно, когда тошнит. По утрам ещё ничего, а к вечеру совсем плохо. Но всё равно. Это же от Стаса. Вот Стас как раз и не хочет. Как не хочет? Как-как? Как любой нормальный мужчина, не хочет. Ну, мне кажется, если мужчина любит... Вот именно, что тебе кажется. А знаешь, любит, не любит, забеременела, будь добра на аборт. Аборт. Это же... Это же нельзя! У тебя первый ребёнок! Марьяна, ты что хочешь? Да это же опасно! Я знаю! Ну, не плачь, не плачь. Тина, ты думаешь, я хочу на аборт? Но Стас, он говорит, что нужно закончить институт, получить диплом и всё такое. Ну, прав, конечно. Про аборт даже не думай! Я поговорю со Стасом. Как он может? Я сама с ним поговорю. Не плачь, не плачь. Не плачь. Понравилось? Ну, конечно. Где ты такое достал? Для тебя из-под земли. Вина на лифт? Нет. Давай минераль для воды. Марьян, давай потанцуем? Лёш, я устала. Извини. А может, на часовой опять махнём? Там рыбалка как-никак. Забыл, что ли? Нет. Нет, Стасик. В этом году рванём в Карелию. Всё равно куда. Дипломы сбагрим и на байдарочках сплавимся. Кайф! Лёш, выйди на минутку, пожалуйста. А что случилось? Мне надо со Стасом поговорить. Наедине. Ого! Ты пока с Марьяной пообщайся, она на кухне. Расстроенная. Расстроенная? Почему? Есть причина. Лёшка в Марьяну влюблён, знаешь? Безответно. Не вижу ничего смешного. Между прочим, Лёшка в такой ситуации никогда бы так не поступил. В какой ситуации? Я от тебя такого не ожидала. Это подло. Как ты можешь так поступать с Марьяной? Вот ты о чём. Понятно. Значит, и тебе уже известно. Марьяна моя подруга. Дальше меня это не пойдёт. Знаю. Ты у нас кристально чистая личность. Ну и почему кипиш? Ты ещё спрашиваешь? Неужели сам не понимаешь? Как ты можешь не хотеть ребёнка? Ты же любишь Марьяну? Любишь. Ты хоть представляешь, что ты просишь её сделать? Тин, какой-то детский разговор. Диплом на носу. Ну, допустим, мы защитимся, как не через пень колоду. А дальше что? Нужно будет найти работу, которая позволит обеспечивать семью с ребёнком. А это сделать сейчас практически нереально. И на что мы с ней и с ребёнком, по-твоему, будем жить? Ну, что я тебе рассказываю, как будто бы ты сама не понимаешь. Понимаю. Насмотрелась. Как мама всю жизнь семью тянет. Вот видишь. Нет, Стас, так нельзя. И тут я просыпаюсь, а кругом одни девчонки, представляешь? Хохочут, пляшут, поют. Но они с парнями комнатами поменялись, я-то не знал. И как ты думаешь, что они мне говорят на это? Да. Что да? Марьян, что с тобой? Да, он прав. Лёш, со мной ничего. Только знаешь, ты… ты зря стараешься. Ты, конечно, очень хорош, но совсем не в моём вкусе. Да я же ничего, я так… Лёш, ты очень хороший друг. Я думаю, мы с тобой всю жизнь будем дружить. Не обижайся, ладно? Да я не обижаюсь. Это тоже не мало быть тебе другом. Ты понимаешь, что ты заставляешь её сделать? Ты хоть представляешь, что такое аборт? Ты заставляешь Марьяну просто убить вашего ребёнка. Мало того, что это просто опасно для её здоровья. Ты подумала, как она жить дальше после этого будет? А как ты будешь жить дальше после этого? Ты подумал? В каком смысле? Стас, ну ты ведь хороший парень. Совесть не замучает тебя. Тин. Что? А почему ты о Марье не заботишься? Как почему? Она моя лучшая подруга. А я? А что ты? Стас, ты чего? Ведь я тебе нравлюсь, Тин. Ну скажи честно, ведь я тебе нравлюсь. И ты о подруге заботишься. Я по-другому не могу. Ты очень хороший друг, Тинка. Я даже не думал, что такие бывают. Не волнуйся, я поговорю с Марьяной, а по аборте больше ни слова обещаю. Правда, Стас? Да чтоб я сдох. Ну только давай больше бездушесчипательных сцен, хорошо? Хорошо. Пойдем-ка мы с тобой выпьем. Я вот только что сообразил, что мы с тобой вдвоем никогда не выпивали. Да как вдвоем, там же все. Пойдем, а это не важно. Марьян, я поговорила со Стасом, он не против ребенка. Я знаю. Вы говорили? Да, он сказал, чтоб я сама решала. Ну вот видишь, все хорошо. Да и решила. Я сделаю аборт. Ты что? Ну что-что. А то, что Стас прав. Нам нужно нормально закончить институт. Найти перспективную работу. А перспективная работа, это не всегда денежная. Ну по крайней мере в начале. Неужели не понимаешь? Ну я в этом смысле про работу как-то не думала. Ну ты может и не думала. А Стас мужчина. Блестящий мужчина. И у него должно быть блестящее будущее. Тогда оно таким будет и у меня. А детей. Детей я ему еще успею родить. Марьян, подумай еще раз. Пожалуйста. Так вот, теперь это ваш дом на три преддипломных месяца. Ну прям таки дом. А что ты думаешь? Родители рассказывали, когда дипломы пишут, а в мастерской живут. Они сюда и чайник приносили, и раскладушки, и гитару. Гитару — это хорошо. Значит так, Стас, Тина, Наташа, Родион и Костя здесь. Остальные в третьей мастерской. Жалко все-таки, что у вас с Лешкой тематика другая. И правда. Общая жизнь, дом. Глупости. Все это у нас впереди. И общая жизнь, и дом. Правда, Стас? Конечно. Сальция! Пришли убил, да-ка-киш? Ага! Ну, Саша, я тебя сейчас поймаю. Саду, саду! А-а-а! 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 Ну, мне сейчас, папа. Ну, всё, всё, всё. Папа, Сашка меня обрызнет. Ладно, тоже мне. А Куракиска велик. Ну что, Саня, как тебе на нам месте? Отлично, пап. Витя, ты мне на дереве штаб построишь? Обязательно. Еще чего? Дерево, ладно. Сама! Ой, здесь стекло. Будь сюда, папа. Спасибо. А стульчик отсюда, его можно в зал, папочка. Да, отлично. Спасибо. Жена! Да, Стас, я здесь. Где? Здесь. Ну, что? Мороз воевода обходит дозором владения свои? Давай сюда, Федор. Всё, никак не привыкну к таким хоромам. Привыкай. Тин, ты теперь маленькая хозяйка большого дома. Да-да-да, ставь, ставь. Очень большого. Слушай, а не переборщили, а? Нет. Нет? Нет, 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 нет. Марьяш, может быть, все-таки позвоним им? К чему такие церемонии? Мы же не в Виндзорский дворец едем. Все-таки к лучшим друзьям. Тина со Стасом только что переехали. У них и без нас хлопот хватает. Мы им лишний хлопот не доставим. Подарим Катюшке статуэтку и поедем домой. Статуэтку можно было и на новоселье подарить. А ты уверен, что нас позовут на новоселье? Ну, конечно, позовут. Совсем не конечно. Ты что, Марьяш, почему? Потому что это дом построен. Фактически, на наши деньги. Ничего себе. Это что значит, на наши деньги? Да вот то и значит, что Стас подсуетился и получил заказ от Марии по строительству этого спорткомплекса. Иначе этот дом еще бы сто лет не достроили. Ну, получил. И что такого? Думаешь, я не знаю, что этот заказ хотел получить ты? Мне Аксенов сказал. Да много знает там твой Аксенов. Скажешь, не хотел. Ну, мало ли чего я хотел, Марьяша. В конкуренции побеждает сильнейший. Какая конкуренция? О чем ты? Это обыкновенная интрига. Просто Стас подсуетился, нашел дорожку к этому вице-мэру и тебя спокойненько перешагнул. И поэтому они с Тиной нас теперь избегают. Марьяш, ты не по моим силам этот проект. Я и не особо старался, чтобы его получить. Попробовать хотел, это правда. Но не срослось и ладно. А потом, у Стаса фирма совсем другого уровня. И ты знаешь, что у него очень сильный козырь. Такие специалисты, как Тина, на дороге не валяются. Да уж, специалистка великая. Тоже мне, Корбюзье. Марьяш. Ай, скажешь тоже. Простой ты слишком, Лешка. А я всегда считал, что простота не хуже, а лучше воровство. Лучше. Просто у тебя в жизни никогда не было никаких амбиций. Мы тоже могли бы вот так жить. Ну ладно тебе, Марьяш. Мы что, плохо живем? Спасибо моим родителям, что они в Америку уехали и нам квартиру оставили. Кирилловы! Гостей встречайте! Ой, у них цивильно. Да. Неплохо. О, дядя Леша приехал! Здрасьте, дядя Леша приехал! Дядя Леша, ты на клонах катался? Привет, Танек! А как? Стас! Стас! Мы без приглашения, Тинка. Привет! Ну что ты? Идет, привет! Слушай, ты так суперски выглядишь! Да, спасибо. Из Тареланда привезла? Да, и тебе кое-что привезла. Да, смотри. Сувенир прямо из Таиланда. Привет! А что, это магические символы? Я там столько всего узнала. Ой, не забивай голову. Это просто экзотический сувенир. Ладно, ладно, пошли. Ничего я не сувенир. Пошли, потом тебе расскажу. А здесь у нас, ну, комната вроде как для отдыха. Пойдем, винный погреб покажу. Погреб для вина? Ну, пойдемте в гостиную. Стас, классный дом. Слезать будешь? Нет, не слезал! Молодцы! Спать хочешь? Ты набегался за весь день. Давай я тебе уложу, мальчик. Не хочу спать. Я тебе потом обязательно... Катерина! Котенок! Не хочу! Сашку спать уложи, пусть мама с гостями посеит. Ладно. Я тебе позвоню. Обязательно. Давай, моя девочка. Спасибо, моя хорошая. Пока, Алеша. Угу. Пошли. Хочу спать. Мало ли чего ты не хочешь. Пошли, я тебе не мама. Лапу дай. Пока. Шикарный у них дом. Это не дом, а просто целый замок. Все для детей. Дети там просто счастливы. Особенно Сашка. Все-таки молодцы, Тина со Стасом, ничего не скажешь. Да? Марьяш, что с тобой? Марьяш, да что с тобой? Ну, не плачь, успокойся. Зачем ты мне про этот дом? Дети, зачем ты мне все это говоришь? Ты же знаешь, что у меня этого никогда не будет. Давай. Не расстраивайся, моя дорогая. Ну, не расстраивайся. Ты хотя бы понимаешь, что у меня такая же дочка могла бы быть, как у нее. Тихо, тихо. Ты понимаешь это? Даже старше. Понимаю. А теперь этого уже не будет. Никогда. Тихо. Тихо. Ладно. Тихо. 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 Нази. 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Сашенькой я больше оставаться не могу Почему? Он очень подвижный ребенок А у меня уже возраст Не дай бог, что случится Ну а потом, извините, в няне Я к вам не нанималась Да-да-да, Галина Ивановна, я все понимаю Просто Ольга так неожиданно уволилась Не могли бы вы побыть с Ашурой Вот сегодня? Нет уж, извините, Тиночка, извините Вот приготовить, там убраться, пожалуйста Но с ребенком нет Простите А что делать? Что делать? Ничего не поделаешь, я останусь Нет, тебе сегодня никак нельзя Сама подумай Мы об этом контракте сто лет мечтали И как я буду разговаривать с Этьеном Без ведущего специалиста Тем более По-французски-то у нас Без переводчика Катерина Поела? Иди вещи собирай, сейчас поедем А как? Сейчас все решим Сашенька, не балуйся В конце концов, Виктор водитель, а не нянька Я понимаю Это не выход Мы не можем каждый день ребенка на Виктора Ну, каждый день никто и не будет Сегодня форс-мажор Катя А завтра? А послезавтра? Ну, в принципе, было бы неплохо Если бы ты Нет, нет, никто не говорит, чтобы ты оставила работу Но могла бы что-то на дом брать Работать там три дня в неделю Хотя бы два Вон, посмотри, Марьяна твоя не работает И прекрасно себя чувствует Ну, при чем здесь Марьяна? Она работе никогда не придавала особого значения Ну, зато ты придаешь этому слишком большое значение Тянуль Ну, ты не обижайся, но это стереотип Какой стереотип? Ложный Ну, ты с детства видел, как твоя мама вкалывает с утра до ночи Но у нее-то была совсем другая ситуация Вдова с тремя детьми на руках Но здесь хочешь, не хочешь, будешь вкалывать Кать Слава Богу, у тебя такой необходимости нет Эй Жена, да ты что так? Ну, перестань Я тебя люблю, да ты что? Я плохая мать Здрасте, приехали Ну, кто тебе сказал? Да заодно то, что... И к Марьяне меня не ревнует А при чем здесь Марьяна? Я тебя у нее не отбивала, ты мне сам предложение сделал Я? Да, сам? Сам Какой кошмар все Садись Катя, уезжаем Давай быстрее Ну что, Санек, пойдем штаб на дереве строить? Пойдем А вот отчеты за неделю, бизнес-планы и документы, которые вы просили Хорошо А ну А ну, да Дворцам привет Дай мне Верунь, мне, пожалуйста, кофеечку Вам как вы любите, Станислав Андреевич? Как обычно Встречу с Островским на час позже Станислав Андреевич, посмотрите, пожалуйста Вот Ну, правильно Спасибо Этиан, я сделаю тортовал интересный комплекс спортив Уже построили, да, Сашка? Чего? Хочешь залезть? Ну, давай Сашенька, тебе больно? Сашенька Ну, ты зачем один болез, а? Тихо, тихо Это ж на одну минуту отошел и на тебе Может быть, скорую вызвать? Да нет, а что толку? Вдруг это перелом Сам отрезу Возьми ключ от маминой машины и поехали Перелом, да Слава Богу, обошлось Не переживай, маленькая Просто растяжение Как я не досмотрел Вить, да не переживай Мы сами виноваты Ты же не нянька, в конце концов Ты же не доживай, маленькая Он тебя с ночёвкой позвал? Нет, я не пойду. Ну что ж ты его друг будет? Вы же с ним уже, ну, спите. Он той бы френд. Чего я вам мешать буду? Катюш, можно? Ой, я тебе потом перезвоню. С кем ты разговаривала? С Риткой. С Ритой. Послушай, Катюш, я понимаю, что Рита девочка весёлая и раскованная, но слишком, понимаешь? Что слишком? Слишком раскованная. Ей родители позволяют всё, что угодно, это их дело. Но я считаю, что ты не должна общаться с Ритой и с её бойфрендом. Подслушивала, да? Нет, я случайно услышала. Но ведь это моя комната. Зачем тогда дом? Что это значит, зачем дом? Да то и значит. Невозможно спокойно поговорить. Да что вы лезете в мою жизнь? Катюша, тебе ещё рано считать себя взрослой. Да? Мне интересно, когда будет не рано. Когда работать начну, да пожалуйста, могу хоть сейчас школу бросить. Что ты глупости говоришь? А что? Буду торчать на работе целыми днями, как ты. Ах, вот как. Я торчу целыми днями на работе, чтобы у тебя была эта твоя комната, и твоя одежда, и твой телефон, и всё, что ты сейчас называешь своей жизнью. Понятно? Да неправда! Всё, что ты делаешь, так только для себя. Да то, что мне нужно, ты даже понять не можешь! Катя! 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 Ну, что у вас опять произошло? Ничего. Обычная подростковая провокация. Не надо было, не надо было поддаваться. Правильно. Ну, ладно-те. У Катьки такого возраста. Пройдёт? Нет, Стас, всё равно страшно. Ну, нам кажется, ерунда, а ей мало ли даже представить страшно. Милая. Не надо драматизировать. И Сашка как назло. Ну, а что, Сашка? С Сашкой как раз всё понятно. Няню найти, и всё. Хорошенькое всё. А где её найти, сколько их уже перебывало? Никто не выдерживает, Стас. А в агентствах предлагают либо девочек молоденьких. Им самим нянька нужна, либо старуха. А знакомым позвони. Завтра начну позвонивать. Всё будет хорошо. Алло. Да, Тиночка, привет. Да ты что? О, Господи. И как он сейчас? Ну, слава Богу. Тино, ты же знаешь, что няня, это не моя тема. Ну, ладно, я поспрашиваю, конечно. Марьяша, где моя чёрная рубашка? Давайте, ну да. Давай, пока целую. Кто это звонил? Тино, представляешь, у них Сашка чуть руку не сломал. Ничего себе. И как он сейчас? Всё обошлось. Она просила узнать, не знаем ли мы какой-нибудь няни с проживанием. Надо поспрашивать у знакомых. Да, я поспрашиваю. А, ты не видела мою чёрную рубашку? А, она в стирке. Марьяша, она мне нужна на похороны. Может быть, это судьба? Да, какая судьба? Дядя Серёжа под девяносто было. Да, я постираю, она завтра высохнет, не волнуйся. Спасибо. Спасибо. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Марьяна! – Здравствуйте, Алексей. – Здравствуйте. Марьяна, сто лет не виделись. Раньше ведь всех тетя Регина за столом собирала, а вы теперь видите. Да. Только здесь все встречаемся. Я в машине. Да. До свидания, Алексей. Такой, как бабушка, больше не будет. Да, да, да. Как ваши дела? Да как старей. Да ладно, по вам не видно. Ну, что, слышать приятно. А годы свое берут. На работе сократили. Сейчас всем непросто. Да я уже готова хоть вахтером, хоть нянькой. Нянькой? Ну, гувернанткой. Что звучит красиво, а суть-то та же. Интересно. Виолетта, а может быть вы к нам в гости зайдете? Спасибо. Договорились? Угу. Спасибо. Здорово. Будем ждать. До свидания. Ну да, шторы все те же, да. Ты что, макией увлеклась, что ли? Да. Бабушка моя гадала, помните? А я во все эти штучки не верю. Это, знаешь, для слабых людей. Им вечно по жизни руководство требуется. А сильный человек должен следовать своим желаниям. Да. Особенно сильным желанием. Так что, Виолетта, вы правда хотите няне устроиться? Ой, ну, хочешь, это сильно сказано. Деваться некуда, это да. Могу вас порекомендовать. Кому? Лучшим друзьям. Приличные люди, не бедные. Мальчику шесть лет. Они, правда, с проживанием хотят. А тебе-то зачем это надо? Ну, как зачем? Я хочу помочь. Вы же родственница. Мы с тобой сколько не виделись? Лет пять, да? Ничего, как-то жила, не горевала. А то друг гости, чайку попьем. Давай, говори, с чего такая благотворительность? Да, действительно, с вами можно без церемоний. Все-таки, родная кровь. Я предлагаю сделку. Я вам работу, ну, а вы мне небольшую услугу. Только ты учти, за такую работу полагается очень небольшая услуга. Учту. Сашка! Виолетта Анатольевна, мне сказала Марьяна, что у вас педагогическое образование. Да. Кроме того, я специально изучала системы образования и воспитания, принятые в Европе. И какое они на вас произвели впечатление? Двойственное. Ну, например, система Монте-Сори, она хорошо развивает у детей творческие способности, но совершенно не вырабатывает у них силу воли. Пожалуй, только английская система достаточно хорошо сбалансирована. Угу. В Англии детей розгами лупят. Вы тоже Сашку лупить будете? Катя, что за тон? Извините, вот такая у нас система Монте-Сори. Ничего страшного. Я думаю, что мы с Катей подружимся. Да не собирайся с вами дружиться. Мне Ненька не нужна. Катя. А вот и наш Сашенька. Очень приятно. А меня зовут Виолетта Анатольевна. О, какое крепкое рукопожатие. Сразу видно, настоящий мужчина. Тебя очень Лена зовут. Сашенька, а почему ты незнакомому человеку говоришь? Ты. Вы не волнуйтесь. Я думаю, что мы потом с Сашенькой обо всём договоримся. Да? А сейчас меня просто можешь называть тётя Лета. Тётя Лета! Как смешно! Тётя Лета! Беги. Катюшенька, присмотри, пожалуйста, за Сашей. Опять я? Катя. Вот такие у нас дети. С Катей не просто, вы сами понимаете, такой возраст. Саша очень добрый, хороший мальчик. Но чересчур подвижный. И как не стыдно мне в этом признаться, не очень воспитанный. Не волнуйтесь. Я думаю, что я найду правильный баланс между творческим духом системы Монте-Сори и твёрдостью английского воспитания. Ви-ху! Круто! Ви-ху-ви-ху! Сашка, давай поиграем. Виолетта, я очень рада, что вас устраивает и комната, и зарплата. Ну что вы, у вас просто чудный дом. Настоящая новая русская усадьба. Кирилловка. Кирилловка. Ну, в общем, так и объявим новоселье в Кирилловке. Вот сейчас будем посвободнее, Сашенька, и исправим новоселье. А скажите, Виолетта, когда вы сможете к нам переехать? Да хоть завтра. Отлично. Тогда мы скажем водителю, чтобы он помог вам перевезти вещи. Спасибо. Сашенька, молодец, молодец. Лови, лови, лови. Молодец. Вроде они подружились. Не то слово. Ты не представляешь, как я рада. Саша её просто обожает. Она нашла какой-то баланс. Она глупостям не потакает. Ей же в рукавицах не держит. Ты видел, как она с ним? Ну, и отлично. Честно говоря, я боялся, что она с ним не справится. Почему? Ну, сколько её. А Сашка как пела. Ловите, ловите. Ловите. И что они делают? Ничего. Готовятся к новоселью. Да. Возьмите. Что это? Пепел? Пепел? Мы, кажется, договаривались. И вы обещали оказать мне услугу. А, это твои штучки колдовские, да? Взрослый человек. Не понимаю. Ну, ладно. Что с этим делать? Вы должны это положить где-нибудь около спальни. Около спальни? Хорошо. Стас, посмотри. Платье купила к новоселью специально. Похудела, оно велико. Может, тушить? Ну, купи другое, всегда, ладно. Новое? Может, Виолетте отдать? Ей хорошо будет. Да будь сидеть на тряпке. Иди сюда. Что? Смотри. Дай руку. Стаса. Стас... А-а-а! Саша, всё, давай спать. Спать, спать! Не хочу спать, я уже большой! А я, Саша, хочу спать! Я лягу спать, если ты мне дашь в приставку поиграть. Никакой приставки. Давай я тебе про мумитролля почитаю. А, как мумитролль залез в шляпу волшебника, его никто не узнавал, а муми-мама сразу узнала. Нет, что-то я не могу найти этого места. Давай вот про комету. Не хочу про комету, хочу про муми-маму. А наша мама с Катькой бы сразу узнала. Да? Ты так думаешь? А я думаю, что нет. Слишком редко ваша мама бывает дома. Ну и что, я всё равно бы узнала. Ой, ну ладно. Давай я тебе прочитаю вот с этого места. А ты платье, платье. Вина принести? Я и так пьяная. Ну что, ещё выпьем? А. Тепя. А. А? А. А? А? Ай! Ой, Ирка, как я устала! От чего? Да от всего. Саша этот — чума, а не ребёнок. Представляешь, от трёх мужей детей не заводил, а тот на тебе! Слушай, а какие они, эти Кириллобы, а? Чё, мадам серый воробушек. Даже не понимаю, чем она так мужа приворожила. Познакомились ещё в институте и до сих пор вместе. Представляешь, а? А какой мужчина ты бы видела? Представляю, как на него бабы вешаются. Слушай, а дом? Дом у них шикарный. Ну, не то, чтобы шикарный. Такой, знаешь, стильный. Да, Ирка, в таком-то доме не прислугой быть. Хозяйкой? А почему бы и нет? Уж я бы, как мадам Кириллова, не стала сутками просиживать на работе. Мечты, мечты. А ты знаешь, мечты имеют одно очень хорошее свойство. Какое? Сбываться. Ну-ну. Виолетта, можно? Да. Здравствуйте. Конечно. Посмотрите, пожалуйста. Что это? Это платье, оно мне велико стало, а оно совсем новое. Может, вам подойдёт? Вы ведь более плотного сложения. Спасибо, Тиночка. Спасибо. Носите на здоровье. Спасибо. Тиночка, поздравляю. Прекрасный праздник. Хороший дом. Спасибо. Спасибо большое, Куралая. Спасибо, что пришли. Спасибо. Очень рада. Сашка, куда бежим? Да, да, да. Здравствуйте. 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 Тинка, вечер потрясающий. Да, конечно. Слушай, как вкусно. Перестань. Ну что? Что ж ты? Спрятали? Что спрятала? А? А, ну спрятала, спрятала. Ха-ха-ха! Что-то он пороспаживал! Да! 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 Вы не представляете! Виолетта! И ты здесь! Боже мой! Константин! Узнал? Сто лет прошло! Тебя до него знать! Не изменилось нисколько! Ой! Ах! Маленький, маленький мой! Что с тобой? Ну-ка, 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 вставай! Ударился? Больно тебе, скажи! Точно? Да! Так-так-так-так-так! Сейчас ты уже спать пойдёшь! Виолетта? Виолетта! Ну ладно, Костя! Всегда был мастер на комплименты! Особенно тогда в Сочи! Помнишь? Ещё бы! Такой не забывается! Извините, Константин! Виолетта Анатольевна, уложите, пожалуйста, Сашу! Вы что, не видите? Ему давно спать пора! Извините! Хорошо! Понятно! Пока! Саша! 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 Хватит! Оставь апельсин! Оставь! Всё здесь на месте! Пойдём! Олег! Бодрей! Скоро Новый Год! Посмотрю! Ой, 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 ой! Здорово как! Так! Перестань! Сейчас тарелку уронишь! Ну, ничего не весёлая! Ничего! Посмотри, как красиво! Марьяж! Ну, что с тобой? Ничего! Неужели ты не понимаешь? Это могло быть наше новоселье! Так! Пойдёмте! Так! Ну, я говорил, что там и спать! Оставься! Ну, что-то, там и да! Я хочу, чтобы. Стала вам уже весь шутер. Так! Давайте расчcke, чтобы! ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Плаваешь, мышоночек? Ну-ну. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Доброе утро, Станислав Андреевич. Доброе утро, Великая Александровна. Анатольевна. Анатольевна, да, извините. Я не помешаю вам? Ну, нет, пожалуйста. У вас здесь так все прекрасно оборудовано. А? Вас что-то беспокоит? Недовольны условиями? Что вы? Да у вас просто замечательные условия. Я живу здесь, как на курорте. Отдых как раз маловато. Сашка парень подвижный. Саша просто очаровательный мальчик. Я думаю, что вы бы сами не хотели его видеть вялым. Ну, как любой любящий отец. Но все-таки что-то беспокоит, а, Эллет? Александр. Зовите меня просто по имени. Эллет. Так что все-таки тревожит? Вы понимаете, я не думаю, что я имею на это право. Имейте, имейте, говорите. Просто состояние Кати. Кати? Ну, вот я же вам говорила, что, наверное, я не имею на это право. Я понимаю, что мои обязанности ограничиваются Сашей. Но, видите ли, я полюбила в этом доме буквально всех. Поверьте, это так редко бывает. Я обычно очень тяжело схожусь с людьми. У вас такая замечательная семья. В общем, за Катей у меня просто сердце болит. Ну, а в чем дело-то? Девочка в таком опасном возрасте. Ну, с этим ничего не поделаешь. Пройдет? Пройти-то пройдет. Важно, что без последствий. Без каких последствий? Вы знаете, мне кажется, что Катя от вас что-то скрывает. Какие-то очень важные события в своей жизни. Да что она скрывает? Ну, что-то в сфере взаимоотношений с мальчиками. Ну, вы понимаете, что я имею в виду? Да что вы, ей это в голову не придет. Ой, Станислав Андреевич. Все родители так думают и глубоко заблуждаются. Поверьте моему педагогическому опыту. Может быть, с Тиной об этом лучше поговорить? Она об этом как-то больше понимает. Безусловно, женщины в этом понимают гораздо больше. Но, видите ли, Тина Сергеевна, она настолько занята, ее постоянно не бывает дома. Она, наверное, великолепный архитектор, да? Да, великолепный. Ну, вот. Она все время отсутствует. А Катя, Катя просто страдает от нехватки женского внимания. Но и с Галиной Ивановной ей же разговаривают в самом деле, да? Ну, да. Просто, может быть, вам с ней поговорить? Ну, я имею в виду с Катей. Ну, как у тебя на личном фронте вообще? Нет, нет, а правда, поговорите с ней, а? Ну, у вас получится. Ну, хорошо. Спасибо. Спасибо за доверие. Я очень рада быть вам полезной, правда. Отлично. Кофейку? Да, с удовольствием. Я делаю очень хороший кофе. Станислав Андреевич, мне даже неловко как-то вам это признаваться. Я наблюдала за вами из окна, когда вы плавали. Так что, я думаю, что вам будет интересно. Так, потрясающе. Да, да. Вы, наверное, занимались водным спортом, да? Ну, просто изумительно. Какая фигура. Вы знаете, я делаю очень хороший кофе. Ну, и... Тина Сергеевна, Сашенька уснул. Виолетта, вы устали? А, может, вина? Давайте. Давайте с удовольствием. Спасибо. Вы, наверное, тоже устали, Тина Сергеевна. Немного. У нас сейчас очень серьезный проект, и все силы отнимает. Даже в ресторан не смогла сходить. А Станислав Андреевич еще не вернулся? Нет, он позвонил, уже выезжает. Да, нелегко вам. Вся творческая работа на вас. Как вы догадались. А это нетрудно догадаться. Вы знаете, Тина Сергеевна, у вас какой-то особенный взгляд. Взгляд по-настоящему творческого человека. У женщин такое нечасто встретишь. Ну, что вы. Виолетта, не зовите меня по отчеству. Я моложе вас. У обычных женщин, знаете, взгляд такой потухший. Быть заедает. Дело не в быте, для меня во всяком случае. А в чём? Вы знаете, я не знаю, как совместить работу и дом. Вот Марьянина бабушка, она говорила, что моя мама в своё время не смогла поставить быт. Может быть, действительно дело в этом? Ну, что вы, Тиночка, у вас прекрасный дом, чудная семья. Мне кажется, что как раз всё это отвлекает вас от работы. И вы, как человек творческий, из-за этого переживаете, да? Я переживаю из-за другого. Из-за чего? Из-за Кати. Я понимаю, что переходный возраст – это тяжело. Но чтоб так, она… Невозможно с ней говорить. Вспыхивает, грубит. Вы знаете, мне кажется, что девочка в её возрасте должна уже кое-что понимать. Что понимать? Ну, что мама её молодая, красивая женщина. И она не может всё своё внимание уделять только семье. Но кому же мне ещё уделять внимание? Вы блестящий архитектор, да? Вы хотите полностью раскрыть все свои способности. И Катя, Катя, она должна осознавать, что мешать вам в работе, ну, это просто, ну, непорядочно с её стороны. Вы знаете, мне кажется, вы не правы. Стас приехал. Да? Замечательно. Угу. Ну, вот, почти всё готово. Только ты пока не трогай, ладно? Я ещё не закрепил. А когда закрепишь? Ну, не знаю. Я же тоже устал. Отдохну и закреплю. А я хочу, чтоб ты сейчас сделал. Отстань. Иди к своей Виолетте. А я хочу с Витей. А я вот маме скажу, что ты не все буквы выучил. Ну, я тогда пойду, буквы немного подучу. Давай-давай. Мы позовём тебя. Ну, ладно. Противно это, Виолетта. Кать, да с чего ты это взяла? Ну, всем так сладенько улыбается. Ну, разве это плохо, а, Кать? А сама маме говорит, чтоб она подольше на работе сидела. А Сашке говорит, что мама его не любит, потому что целыми днями на работе. Да бросьте эти бабские разговоры. Ты же нормальная девчонка. И Виолетта тоже нормальная. Вон, посмотри, как её Санюк любит. Любит. Она просто к нему в доверие втёрлась. И ко всем втирается. Кать, брось. Кать, брось. Крым. Так же. Крым. Крым. Черт. Лучше писать дневник в ЖЖ. Но я никак не расстанусь со своей любимой тетрадкой. Да и настроения нет. Из-за Виолетты, конечно. Но все время лезет не в свое дело и хочет всех поссорить. Надо поговорить с мамой, чтоб ее уволили. Пусть найдут Сашке другую няню. Ах ты, маленькая дрянь. Сашенька, кушать надо тихонько, осторожно, не обливайся. Ну-ка, похвастайся папе с мамой. Как я тебя учила? Покажи. Катюш, ты почему опаздываешь? Кто-то рылся в моем столе. Так, Катя, ты что? Кто? Мы в столе рылись. Обыск делали. Я знаю, кто. Катя, ты понимаешь, что ты говоришь? Очень даже понимаю. Это она. Она везде лезет. Катя. Как ты можешь меня обвинять? Могу. Да я никогда. Я никогда. Катя, ты совсем распустилась. Ты что себе позволяешь? Это вы позволяете. Вы ей все позволяете. Ей верите, а мне нет. Виолетта, извините, пожалуйста. Извините и успокойтесь, Виолетта. Я не знаю. Я не знаю, как мне дальше быть в вашем доме, когда мне не доверяют. Я не знаю. Виолетта, мы вам полностью доверяем. Тетя Лето, я вам очень-очень доверяю. Виолетта, вы извините. Я с ней поговорю как следует. Мы слишком много списываем на трудный возраст. Я понимаю, что… Ничего. Ничего, Тиночка. Извините. Не беспокойтесь. Все хорошо. Не беспокойтесь. Ну и хорошо. Тин. Так. У тебя пятнадцать минут. Кофе-брейк для прислуги не предусмотрен. Зачем звала? Как дела? У Кирилловых что-нибудь происходит? Ты о чем? Виолетта, мне кажется, вы забыли, зачем я вас к Кирилловым пристроила. Как у них отношения? Как обычно. Чмоки-чмоки сюси-пуси. Не поняла. Да вот и я не понимаю. Ваша мадам Кириллова. Ни рожа, ни кожа. Чем она его берет? Да. Странно. Хоть немного должно было подействовать. Марьяна, чего ты добиваешься? В смысле? Нет, ну я к тому, что каждое действие имеет свою цель. Что? Чего ты хочешь? Ты что, хочешь, чтобы Стас бросил Тину и женился на тебе? Виолетта, не говорите ерунды. Мне наплевать на Стаса. Просто она не должна быть с ним. Она его не заслужила. Ясно? Угу. Хотя вас это не касается. Возьмите. Что это? Очередные перья паленые? Виолетта, не стоит шутить над тем, в чем вы ничего не понимаете. О, иголки. И что, мне их под подушку ей положить? Вы должны их воткнуть в косяк входной двери. Она должна все время мимо них ходить. Они должны пересекать ее путь. Да. Увидимся здесь через неделю. Ой, что хоть бы куда в приличный ресторан пригласила. Ты что, кроме этих пирожных ничего не ешь? Здесь тоже меню разнообразное. Просто я люблю эти эклеры. Марианна, а давай, давай закажем приличный обед, поедим по-человечески, а? Вы уже торопились. Ну почему? Я же имею право расслабиться. Давайте закажем. Официант, карту вин, пожалуйста, и меню. Тиночка, а я вас на веранде жду. Думала, поболтаем с вами, как обычно. Да голова болит. Наверное, погода изменится. Да и настроения нет. Что? Неудивительно, если муж вот так вот... Что? Ну не знаю, отдаляется, таится. Даже не знаю, как это назвать. Стас таится. В чем? Я не хотела вам говорить. Но знаете, скрывать тоже как-то неловко. Виолетта, что случилось? Да я надеюсь, ничего. Я думаю, что это был просто деловой обед. Стас не собирался ни с кем обедать. Но не сегодня. Вчера. Вчера он был весь день на объекте. Ой, Тина. Я, конечно, не хотела вас огорчать. Но... Вот. Что это? Станислав Андреевич заходил в комнату к Саше. У него из кармана выпало вот это. Я хотела отдать, не глядя, но он уехал. Я развернула совершенно случайно. Крем-соп из королевских креветок два, утка под апельсиновым соусом два, волконское пирожное два. Что это? Вчера Станислав Андреевич с кем-то обедал. Вдвоем. Даже если я обедал? Зачем скрывать? Подождите, может, это какая-то ошибка? Тут написано «волконское пирожное», он сладкое терпеть не может. Да вы знаете, я тоже знаю очень немногих людей, которые любят такую древность, как волконские пирожные. Собственно, одного такого и знаю. Этого не может быть. Тина! Ты скоро, мы опаздываем. Так, а в чем дело? Решила остаться дома с ребенком. А на работу? Ты же считаешь, что я слишком много времени уделяю работе? Я так не считаю. Ты говорила много раз. Я не помню, чтобы я так говорил, но дело твое. Тебя никто не заставляет ехать. Оставайся, если так считаешь. Но только не нужно делать это так демонстративно. Катюша! Кать, уезжаем! Давай быстрее! Кать, уезжаем! Давай быстрее! О, мама дома! Ура! Мама заболела! Сашенька, ну разве можно так говорить? Просто ребенок не знает других причин, чтобы мама осталась дома. Сашка, Стас телефон забыл, будет волноваться. Я думаю, ничего страшного. Будет необходимость, пришлет за ним Виктора. Начнут сейчас ему названивать. А вы внимания не обращайте. Ирка, позвони со своего телефона и скажи, милый, я тороплюсь, не могу долго говорить. Встретимся. Встретимся сегодня, как всегда. И сразу отбой. Поняла? Записывай номер. Марьяш, спасибо. Вкусно, как всегда. Пирог? Ты что, сама испекла пирог? А кто же Лешенька? Прислуги у нас нет. Ну, а зачем нам прислуга? Я и представить себе не могу, чтобы чужие люди в нашем доме будут. Я тоже не могу себе представить. У нас и денег на это нет. Тем более, что я не работаю. Ну, зачем тебе работать? Не надо тебе работать, Марьяш. Ты же никогда и не хотела. Леш, я не хотела, потому что я думала, что у меня будет нормальная семья. Я буду заниматься домом и детьми. Ты опять? Слушай, какой ты у меня деликатный, а? Леш, назвай вещи своими именами. Да, у меня никогда не будет детей. Да, да. Ну, почему не будет? Мы же хотели взять из детдома. Нет, это ты хотел, а я не хотела. Я не хочу чужих детей. И потом, ты нас двоих толком обеспечить не можешь. У нас все есть. У нас все есть. Так очень удобно рассуждать, если ни к чему стремиться не умеешь. А фирму расширить не хочешь? Дом, в конце концов, загородный построить? Да, конечно. У тебя все есть, а у меня ничего нет. Марьяш, успокоилась? Прости, что я затеял этот разговор. Знаешь что, давай ты сегодня поедешь куда-нибудь и купишь себе что-нибудь красивое, а вечером пойдем в ресторан, поужинаем. Я понимаю, что так как ты, там никто не приготовит, но ничего, я вечерок потерплю. Согласна? Ну, не знаю, не знаю. Иди на работу, опоздаешь. Тина, вам с нами не скучно? Нет, что вы, Виолетта, я же специально хотела побыть дома, с ребенком. Так редко выпадает такая возможность. А мне кажется, что такой занятой женщине, как вы, каждую свободную минутку приятно потратить на себя, отдохнуть, расслабиться, заехать в спа, заняться шопингом, ну, в конце концов, ну, просто посидеть в кафе, пококетничать с незнакомцем. Вы знаете, я меньше всего люблю шоппинги и общение с незнакомыми людьми. Странно. Ну, когда у женщины дом, работа, дом, неужели вам не скучно? Нет, я люблю свой дом и люблю работу. Нет, мне не скучно. Мам, мне скучно. Пойдем из лука постреляем. Сашенька, эта игра развивает усидчивость. Сынок, я не умею стрелять из лука. Ну, тогда ты просто посмотришь. Ой, ты мой маленький. Прости, родной, я все-таки отвечу. Угу. Давай, аккуратненько. Все, будем, будем разбирать. Мила, я не могу долго говорить. Встретимся сегодня, как всегда. Целую. Сашенька, но если ты не хочешь играть, ну, давай соберем все в коробочку, да? Надо уметь после себя все убирать. Ты же мужчина, правильно? Я не мужчина, я мальчик. Как это ты не мужчина? Еще, еще какой мужчина? Тина, что-то случилось? Саша, давай, иди, маленький, иди в лук, постреляй. Я сейчас приду, Сашенька. Что-то случилось со Стасом? Да, со Стасом ему звонили. Ну и что? Звонила его любовница. Господи, как она посмела. Она не знала, что он трубку забудет, что я к ней подойду. Это тупик, Тина. Тупик. Это очень тяжело, Тиночка. Это очень тяжело. Но ведь для вас же это не новость, да? Вы же это давно поняли, да? Сейчас. Все пройдет. Все пройдет. Все будет хорошо. Пройдет у кого? У Стаса? Нет. У вас все пройдет, Тина. пройдет, а что останется? Вы, Тиночка, и наконец-то вы научитесь любить себя. Поверьте, дорогая моя, это то, чего вам не хватает. Вы занимаетесь всем, чем угодно. Семьей, домом, работой. всем, чем угодно, кроме себя самой. А женщина, женщина в первую очередь должна любить себя. Только тогда она будет счастлива. мне всегда казалось, что женщина счастлива совсем от другого. Но вот видите, как вы ошибались. Вы видите, к чему это вас привело? где ты был? Разбудился-таки. Извини. Где ты был? Тянуль, ты прекрасно знаешь, что я был в ресторане. Ну, Этьена провожал. Контракт подписали. А Этьен говорит, женским голосом и по-русски? Ты о чем? Ну, при чем здесь женский голос-то? Ты прекрасно понимаешь, о чем я. Так. Значит, стоило тебе один раз не пойти на работу? Тина, ты же сама хотела дома побыть. Все, я понял, без работы тебе никак нельзя, а то начинает работать в воображении. Ну, и совсем не туда, куда надо. А куда надо? Чтобы оно совсем не работало? Чтобы ты за моей спиной мог заниматься чем угодно? Ну, ты собираешь, что говоришь? Ну, что я делаю с твоей спиной? Ты, наверное, доволен, что все удачно совпало, да? Я осталась дома. Скажи, доволен? Да, я доволен. По крайней мере, ты сделала то, что хотела. А что я хотела? Побыла с ребенком, отдохнула. И дала тебе прекрасную возможность хорошо провести время. Так, прекрати. Я не желаю с тобой разговаривать в таком тоне. мы с тобой говорим, как чужие. Как чужие? Вот ты и сказал, что думаешь. Тин! Ну, родная, ну, успокойся. Ну, что ты себе напридумывала? Напридумывала? Ну, конечно. Это не я напридумывала, это твой мобильник подсказал голосом твоей любовницы. Да какой любовница? Какой мобильник? Ты что, с ума сошла? Ты, может, мне объясни, что происходит, а? отстань от меня. Я не желаю слушать твое вранье. Хорошо. Ладно, я думаю, самое время пойти выпить. Вот-вот, расслабься. Самое время. Ну, спасибо за понимание. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok